В этот день, 5 октября 1740 года, русская императрица Анна Иоанновна усыновила своего полуторамесячного внучатого племянника Иоанна Антоновича и объявила его своим наследником. 5 октября 1782 года в Петербурге была впервые исполнена комедия из пяти действий «Недоросль» Дениса Фанвизина. 5 октября 1918 года постановлением НКВД РСВСР был основан советский уголовный розыск. В этот день, 5 октября, родились граф Алексей Орлов-Чесменский, генерал-аншеф, герой морской битвы под Чесмой. Федор Уголов, советский врач, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший практикующий хирург. Юрист Сергей Муромцев, первый председатель Государственной Думы. Павел Романович Попович, четвертый советский космонавт, дважды герой СССР. Павел Попович был одним из шестерых кандидатов, претендовавших на звание первого советского космонавта. Но на вопрос начальника Центра подготовки полетов, кто достоин, он, как командир отряда, без тени сомнений отвечал Юрий. При этом всегда подчеркивал, что кроме украинского месторождения, их биографии с Гагариным были идентичны. Они оба прошли немецкую оккупацию, закончили ремесленное и летное училище, аэроклуб и техникум трудовых резервов. И даже подружились. Именно Павел по настоянию генерального конструктора Сергея Королева проводил сеансы радиосвязи Гагарина во время его звездного старта. А через год на корабле «Восток-4» полетел и Попович, совершив групповую стыковку с пилотом корабля «Восток-3» Андрианом Николаевым. Беркут Попович радостно кричал в ответ «Привет, Андрей! Я не только тебя слышу, я тебя вижу! Ты справа от меня летишь, как маленькая луна!» На что Андрей возражал, что руководство будет ругаться за общение по имени. «Пускай попробуют, доберутся до нас, чтобы ругать!» парировал Беркут. На Земле прекрасно понимали, что без юмора людям не обойтись. Ведь на космонавтов вложилась огромная ответственность не только за успех всего масштабного полета в целом, но и за собственную жизнь. Когда мы на Востоках летали, риск был колоссальный. Тут, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. «Только Королев мог на это пойти, ну а мы, естественно, ко всему были готовы», говорил в интервью Попович. Он вспоминал, что после первого старта и вернулся раньше запланированного срока из-за сбоя системы жизнеобеспечения. И как неудачно приземлился в Казахстане, отнесенный ветром от места предполагаемой посадки. «Я стоял на ровной площадке примерно 10 на 10, а вокруг, буквально по всей степи, торчали острые, заточенные ветром камни». Исход второго полета на «Союзе-14», сближавшегося с орбитальной станции «Салют-3», тоже был неизвестен. Автоматическая система корабля отказала, и космонавту пришлось принимать непростое мгновенное решение стыковаться вручную. Но как? Для регулировки ручки прибора требовалась ювелирная точность. И Попович снял перчатки, что в случае разгерметизации скафандра привело бы его к неминуемой гибели. И что тоже было нарушением инструкции, о чем, естественно, на Земле не знали. В ЦУПе услышали долгожданное «Есть касание, есть мехзахват». Однажды русские слова переполошили и другой ЦУП американский. «Заря, заря, я, Беркут, подлетаю к Луне, готов совершить посадку на Луну». Уже через несколько минут американский президент Никсон одной рукой схватился за сердце, а другой за трубку телефона. «Почему, советский космонавт, говорит с Луны? Мы что, проиграли эту гонку?» Как выяснилось, гонку космического управления НАСА не проиграло. Просто Попович проверял связь с лунным спутником и вместо шифровки пошутил в эфире. Впоследствии астронавт НАСА Борман во время поездки в Советский Союз лично погрозил советскому космонавту кулаком и назвал его космическим хулиганом. Но больше, чем лунные высадки американцев, Павел Романович по-доброму завидовал космическим туристам, один из которых, бизнесмен Чарльз Симони, приехал в Россию, чтобы лично познакомиться со знаменитостью своего детства. На тот момент Поповичу было уже далеко за 70. Но мечта четвертого советского космонавта была неизменной, как и в молодости. Если бы у меня было 20 миллионов долларов, я бы заплатил, подготовился и через годик полетел. Хотя бы на недельку посмотреть еще раз на эту красивую Землю.